Добрый вечер. Спасибо, Ира. Всех рад приветствовать на нашем прекрасном празднике. Интересно, что вот эта драматическая и печальная ситуация, тем не менее, уравняла в правах тех, кто имеет возможность быть в Москве и мог бы прийти на этот праздник, если бы он проходил в обычном режиме, и тех, кто по разным причинам находится далеко от нас. Это какая-то интересная деталь. Действительно, мне бы тоже хотелось, наверное, в первую очередь, раз вот Таня передо мной задала такой настрой на воспоминаниях, хотя вроде день рождения не круглый, я 44 года, не 45, не 50. Тем не менее, вспомнить, что да, и действительно, я тоже пришел в Московскую и Хельсинскую группу ровно в то же время, в 99-м году. И действительно, работа с Людмилой Михайловной, работа с прекрасными коллегами, в общем, в очень большой степени сформировала меня как человека, как активиста прав человека. И я, в общем, каждый раз обращаюсь к этому опыту сегодня в Сахаровском центре. И в частности, в Сахаровском центре у нас есть вместе с другими нашими коллегами и партнерами такая инициатива «Открытая школа прав человека», где я читаю лекцию по истории правозащитного движения в Советском Союзе. И вот каждый раз я, подходя в этой лекции к возникновению Московской и Хельсинской группы, говорю, что это не просто, это то событие, которым мы можем гордиться, не просто потому, что это пример мужества людей, как и все правозащитные начинания советского времени. Поскольку, в общем, ответом государства на правозащитную деятельность, практически любую, в конечном итоге становился арест, лагерь, ссылка или в самом лучшем случае вынужденная эмиграция. Но это событие, которое мы можем гордиться, как тем, которое повлияло на мировую историю, на международные отношения во всем мире. Правозащитники в Советском Союзе, которые были просто небольшой группой людей без ресурсов, в огромной опасности, перевернули, по сути дела, общественный подход к международной политике, пока реплицировав на весь мир принцип советских диссидентов, реализация своих прав явочным порядком. И мы можем с этого времени отсчитывать историю того, как гражданские активисты по всему миру считают себя имеющими такое же право слова, конечно, не голоса, как решающего голоса на голосованиях, но такое же право слова о любых международных делах, в частности, международных делах, связанных с правами человека, как и люди, наделенные какими-то официальными регалиями. И об этом, мне кажется, особенно важно вспомнить сегодня, когда драматические события, вот с одной стороны, выведшие нас в это онлайн-зум-пространство, нас окружают. И, как мне кажется, они ставят перед Московской хельсинской группой и вообще правозащитниками, если помнить как раз именно эту международную составляющую ее деятельности во время всей ее истории, потому что Московская хельсинская группа — это и международное хельсинское движение, и вот упоминалось здесь и Human Rights Watch, возникшее из организаций Хельсинки Watch и хельсинские группы и организации в других странах. Так вот, я уверен, что перед нами сейчас не просто окно возможностей, все гораздо серьезнее, перед нами окно необходимостей, потому что мы видим, что международное сообщество, государства, которые в последнее время заявляли, что они хотят как бы вернуть себе влияние и силу, и значение в этом новом глобализирующемся мире, демонстрируют в действительности правительства самых разных государств, самых разных крупных государств, демонстрируют растерянность, неэффективность, неспособность быстро и уверенно влиять на ситуацию, спасая свои народы от последствий пандемии. И если раздаются голоса, что пандемия, наоборот, переведет к сворачиванию глобализации, нас, как правозащитников, конечно, волнуют, в первую очередь не экономические связи или сама по себе возможность передвижения быстрого и легкого по всему миру, но существование международных институтов, международного права, международных механизмов, которые способны обеспечивать защиту прав человека, защиту такого базового, первого и фундаментального права, как право на жизнь, защиту такого фундаментального права, как доступ к медицинской помощи, защиту такого права, как право на достойную жизнь. На все это, например, три права оказывает самое принципиальное, непоследственное и печальное влияние отсутствие достаточной информационной координации между разными странами. Их неспособность слаженно принимать решения, обмениваться качественной информацией, быть открытыми для общественности и друг для друга, открытыми в таких проблемах и опасностях, которые в действительности угрожают всему человечеству. Ситуация также показывает, действительно, как уже справедливо говорилось, показала выпукло все проблемы с самыми разными правами человека. И со свободой слова, и с доступом, доступностью медицинской помощи, и доступностью образования, когда одни дети имеют возможность пользоваться дистанционным образованием, другие — нет. Заострило проблемы и положение, о чем здесь уже говорилось, людей, которые содержатся в местах заключения. И, например, такую проблему, как домашнее насилие, о чем, насколько я понимаю, еще тут сегодня в нашем разговоре не упоминалось. И это не просто проблемы работы по защите этих прав, но еще очень важная, стоящая перед правозащитниками задача — искать пути сопряжения этих прав. Нужны ли карантинные меры? Безусловно, нужны. Но как в ситуации карантинных мер защищать право на свободный, на открытый и справедливый суд? Или как должна регулироваться именно в этой ситуации право на свободу передвижения? И что важнее, как должно правильно реализовываться право на жизнь так, чтобы не входить в глубокое противоречие с правом на достойное существование? Когда меры по защите людей угрожают многим потерей средств к существованию. И все это вопросы, которые стоят перед правозащитниками. И если в середине 70-х годов правозащитники шли за теми возможностями, которые создавали невольно в силу каких-то своих политических компромиссов политики, сначала были приняты хельсинские соглашения, это был результат разнообразных компромиссов и попытки сохранить лицо всех участников этого процесса. И лишь дальше правозащитники увидели в этом, основатели московской хельсинской группы Юрий Федорович Роуф и его соратники увидели в этом возможность влияния на ситуацию с правами человека, то сегодня, возможно, правозащитникам стоит быть инициативной стороной в этом вопросе, предлагая новые решения и новые пути для защиты хрупкости, для защиты нашей цивилизации, которая оказывается хрупкой перед лицом глобальных вызовов. И, как говорил Андрей Дмитриевич Сахаров, только объединение людей, их разобщенность угрожает человечеству гибелью, и только объединение способно дать нам возможность на эти вызовы отвечать и защищать друг друга. И московская хельсинская группа с ее огромным опытом объединения людей, это действительно главное, о чем я думаю, вспоминая Людмилу Михайловну, которая многие годы олицетворяла московскую хельсинскую группу, это ее способность объединять людей самых разных, объединять правозащитников из регионов нашей страны, объединять правозащитников из разных стран. И даже, и даже, что невероятно трудно в нашей российской ситуации, объединять в каких-то точечных моментах, несмотря на все противоречия для решения проблем и правозащитников и представителей государства. И вот эта традиция, традиция готовности и способности объединять, сегодня, мне кажется, невероятно необходимо и востребована. И я желаю нам быть в нашей, продолжать нашу традицию и одновременно видеть новые горизонты, защищать хрупкость нашего мира, а самим становиться более антихрупкими, более способными к гибкости, к изменению, ради новых вызовов и новых целей. Еще раз рад всех поздравить. Сереж, спасибо большое. Я хотела еще раз сказать, что ты был директор Сахаровского центра Сергея Лукашевского, и что особенно важно и ценно для нас, он еще член Московской хельсинской группы. Спасибо большое, Сереж. Спасибо.